Мы говорили, что абсолютно необходима кровь, да? И это должен знать всякий еврей. Абсолютно необходима кровь, пролитая за наш грех. Правда? Либо во времена храма была эта кровь ягненка, теленка, которая покрывала этот грех. Но у нас есть лучшая жертва, правда? Которая действительно абсолютно всегда. Абсолютно всегда. Но если мы этой жертвой не пользуемся, наш грех не покрыт. Вот сейчас я еще прихожу к такой интересной теме судов божьих. Почему же вот Рожашана и Йом-Кипур? Так, мы говорим, что праведник на суд не приходит, да? Правда? Правда? А верующий вешуа на суд приходит или не приходит? Так, а есть верующие вешуа непроводники? Я верующий вешуа грешник. Другие мнения. Вот теперь мы будем говорить, почему есть Йом-Кипур и почему есть Рожашана. Правда? И тот, и тот день посвящены судам. Но они посвящены разным судам. Смотрите, какая интересная ситуация происходит. Вот я покаялся. Покаялся, я исповедовал все свои грехи. Ну, не обязательно я первый раз покаялся в церкви, да? Ну, даже вот я сейчас покаялся, после молитвы исповедовал все свои грехи. Перехожу через улицу. Меня машина задавила, да? Нормально? Слава Богу, что задавила. И я пошел куда? Прямо в Божье присутствие к Йешуа Мессии. Никаких меня судов тут не надо, да? А? Правильно. Хорошо. Покаялся во всех грехах. Вышел отсюда. Ой, смотрю, девушка идет. Ой, а какая она красивая. А какие же мне ножки. А какая же у нее грудка. Я иду, это уже мысленно там раздеваю. Ну, знаете, как это обычно было? Ну, зачем? Все знают, да? Бывают. И часто, да? И раз на меня камаз. Игидия я. Игидия я. Там или там? Подождите, одну минуточку. Ну, я же праведник, я уже Вишева Мессия, я же покаялся. Это грех. Или я грешник все равно? А это уже Бог решит. Вот поэтому, говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Где это сказано? Филиппийцам, да? 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но шанс у меня все-таки есть, товарищи. Хотя и небольшое. Я действительно грешник. И действительно все мои грехи не покрыты. Но тут я иду на суд. Тут я иду на суд. Видите, мы с одной стороны сказали, что не судится. Принявший Ешуа на суд не приходит. Есть такое место? Другое, говорится, сказано, что время начаться суду с Дома Божьего. И я уверен, что это не говорится только об Израиле. Это говорится и о церкви. Даже больше может быть степень о церкви. Правда? Время начаться суду с Божьего. Итак, все попадем. Куда? На судилище, да? Суд. Есть суд, а еще судилище. Есть змей, есть змеище. Нахшон. Да? Хорошо, на судилище. И вот в таком случае, я уверен 100%, что я попадаю на судилище. Правда? Грехи мои не покрыты и не прощены, потому что я не успел вызвать. Вот у евреев есть интересная традиция. Знаете, они перед смертью что произносят? Какую молитву? Шма-Израэль, Адонай-Лагейна, Адонай-Эхад-Барух, Шевковод, Малхуто, Ла-Лам-Ваэд. Вот такая традиция. Обязательно перед смертью. Но это хорошо, если есть возможность перед смертью это произнести. Правда? Но отрастреливает, убивает людей. Это традиция началась рабе Акивы и позднее в средние века она развилась. Хорошая традиция, действительно. Хорошо вспомнить о Боге перед смертью. Правда? Действительно. Если ты верующий в Ишуа, если ты еще прочел эту молитву, очень хорошо. Потому что ты идешь с мыслью о Господе, и ты попадаешь к Нему. Но в таком случае, если ты попал в такое состояние грешном. Но с другой стороны, ты же праведник, потому что ты принял Ишуа, да? Вот ты попадаешь на отсудилище. А там огонь. Если ты не принес жертву, которая сгорела в огне за тебя. Если ты не принес, не принял Ишуа, который был жертвой всесожжения, да? Куда ты попадаешь? Нет, попадаешь на отсудилище. А отсудилище, помните 1 Коринфянам? Кто строит там и сено, и соломы, и так далее, как три поросянка строили. Один из камня построил, как верный христианин. Дальше произошел сутка, да? Волк начал испытывать, да? Дуть на каждый домик. И вот этот домик у последнего поросянка устоял. Так и здесь сказано. Что все мы попадаем куда? Как бы в огонь, да? Как бы из огня. У кого дело испытанное, прочное, оно устоит, правда? То есть, видите, а другой спасется, но как бы из огня. Если кто-то думает, ну, это не страшный суд, это, знаете, как экзамен, 15 минут стыда, и все равно же Господь сказал, что я как бы из огня, но все равно способствую. Но все равно в огне будет страшно. Ну, некоторые отсюда вывели идею чистилища, но, понимаете, это совсем другое. Бог говорит, правда? Вот этот суд происходит на рожь Ашана. Вот смотрите, приходит Иешуа Мессия, и он придет на рожь Ашана. Я лично верю, что это так и будет даже по датам, только не знаю, в какой год. Потому что если он действительно жертву свою принес тогда, когда приносили пасхальную жертву, если он действительно вознесся, когда приносили Еферес, но вполне возможно, что он придет именно на рожь Ашана. У Захарии говорится об этом подробнее, что народ Израиля будет в очень тяжелых обстоятельствах вздыхать. И придет Господь. Апостол Павел говорит, что Господь придет при последней трубе. Итак, следующее – это приход Мессии. И вот Господь приходит. И что же Он делает? Что случается с людьми? Одни сразу возносятся на небо, да? Другие – мертвые воскресают. Но все мертвые воскресают? Не все, да? Не все мертвые воскресают. А вот так написано, правда? Что одни… Да, многие воскреснут. Не все воскреснем, но все изменимся. Мы сейчас это будем разбирать, связанное с трублением. Хорошо. Теперь смотрите. А другие воскреснут какое-то другое время, которые не воскресли, да? В конечном счете воскреснут все. Когда же они воскресают? Во время последнего суда, который связан с кем праздником еврейским? Йом-Кипуром. То есть, один суд – нарошь Ашана. Итак, куда попадает нарошь Ашана? Кто? Да. Нарошь Ашана – судятся праведники. Совершенно верно. Праведники – те, чьи грехи еще не все полностью прощены. Правда? Есть праведники, но которые имеют какие-то непрощенные грехи. Они попадают на этот суд. Хорошо. Если человек не попал на этот суд, он попадает на другой, более страшный суд. О нем будем говорить, когда будем говорить о празднике Йом-Кипур. Да? Теперь вы поймете, как эти праздники друг с другом связаны и как они связаны с тем, что сказано в Откровении. Итак, первый суд – нарошь Ашана – для праведников. Второй Йом-Кипур – для грешников. Да? Все, которые не записаны в книге жизни, все, которые не прошли этот суд – первый. И там записано – оправдан, оправдан, оправдан. Куда будут попадать? Туда, да? Да. Хорошо. Итак, милость и прощение Божие. Мы говорили о милости, да? Теперь мы говорим о приходе Машеха. Приход Машеха очень тесно связан с каким? Фактом. С трублением в шафар, да? С трублением в шафар. Вот трублением в шафар, оно очень связано с приходом Машеха. Можете записать? Молитва, чтение Торы и трублением в шафар – это три основных действия на рожь Ашана. Чтение Торы связано с судами. Мы уже об этом говорили. Трублением в шафар – сейчас мы это будем говорить, да? И молитва, молитва о покаянии. О покаянии мы говорили. Итак, мы говорим о шафаре. Что такое шафар? Труба. Бараний рог, да? У Израиля был не только шафар. У Израиля были также трубы серебряные. Шафар – это труба, сделанная из бараньего рога. У них были еще две серебряные трубы, которые назывались хацасрот. Хацасрот. Итак, шафар. Шафар. Шафар – это труба, которая делается из рога кошерного животного. Когда был храм, шафар делали из какого рога животного? Принесенного в жертву, да? Помните, рогах и копыта. Кому они доставались? Что там заведовал по рогам и копытам? Левиты, да? Да, левиты. Им доставались шкуры, рога и копыты. И шкуры делали пергамент для торы. Это животное тоже, да? А рога и копыты тоже используются. Шафар. Вот из рога, да. Он бывает разный рог. Вот длинный такой из рога антилопы. Короче, там из рога других животных бывает. Они различной формы. Смотрите, что интересно. Вот илуль месяц. И перед самым рожь Гошана ходит человек. И он стучит колотушкой в виде шафара. По-немецки, или наидыше, шульцкнокера. Синагогальный стукач. И он собирает людей на молитву перед Гроша Гошана. Что это вам напоминает? Все стою и стучу. Молитва ночная. Если кто откроет меня, я буду с ним. Вечерю у него затворю. То есть останусь с ним до утра праздника. Да? До утра праздника Роша Гошана. Посмотрите. Видите, как интересно. Вторая труба. Это серебряные трубы. Их было две. Они назывались Ха-Цо-Це-Рот. Ха-Це-Точка. Це. С двумя шва. Рот. Ну, одна Ха-Цо-Цра. Их было две трубы. Серебряные. Для чего использовали трубы в Израиле? Давайте найдем это место. Чисел. А ну-ка, дайте мне мой конспект. Посмотрите. Чисел какая там? Это записано. Трубление. Чисел, по-моему, седьмая глава. Чисел, седьмая глава. А, нет. Десятая глава. Десятая глава. Хорошо. Давайте. Да. Да. И давайте с первого по десятый стих. Число, десятая глава, с первого по десятый стих. Кто хочет прочитать? Зорик хочет прочитать? Прошу. Нашли? Чисел, десятая глава. С первого по десятый стих. И сказал Господь Моисею, говоря, Сделай себе две серебряные трубы. Чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество в ходу скини и собрания. Когда одной трубой затрубят серебряную к тебе князю и тысячи начальники израилевы. Когда затрубят тревогу, поднимутся сатаны, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся сатаны, становящиеся к югу. Тревогу пусть отрубят при отправлении их в путь. А когда надо собрать собрание, отрубите, но не тревогу. Сыны Ааронов и священники должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечными в роды ваши. И когда пойдете на войну в земли ваши против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспоминаны перед Господом. Богом вашим из-за опасения будет от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячья ваши, трубите трубами перед всесожжением вашим, и примерных жертвах ваших. И это будет напоминанием у вас перед Богом вашим. А я Господь, Бог ваш. Итак, у Израиля было два вида труб. Шафар. Это конкретно, когда трубление было связано с служением в храме. И для других всех случаев. Ха-ца-церот. Или ха-ца-церот. Это были две серебряные трубы, которые призывали на войну, призывали на собрание. Когда вставал весь Израиль и должен был куда-то идти. Когда встречали царя. То есть, вот для этого. Значит, труба. Труба, можете записать. Собирала народ Израиля. А. На сражение. Согласны? Согласны этому отрывку. На праздник. На суд. На суд. Если совершался какой-то суд для всего Израиля. Помните, один человек согрешил. Весь Израиль пал. Да? Они затрубили трубы. Собрался весь Израиль. Начали решать, кто же согрешил. Да? Помните? Дальше. Для встречи царя. Интересно, что звук трубы. Вот. Шемот. Исход. 19.19. И там не просто сказано, что звук трубы становился все сильнее и сильнее. Когда евреи стояли перед горой Синай. И когда Господь объявил 10 заповедей. Да? И они слышали это. А там дословно сказано, что звук рога. То есть, какая труба уже там употреблялась? Шафар. Да? Шафар. Значит. Первое. На сражение. На праздник. На суд. Для встречи царя. Там А, Б, Ц, Д, Е. Второе. При получении Торы. Исход. Шмот. 19.19. Третье. Трубный голос. Как символ пришествия Мессии. Да. Еще звук трубы, он символизирует четвертое. Признание Бога Всевышним Царем над царями. И пятое. Это символ последнего суда. Помните, когда сказано, что ангел вострубит. Правда? И случится самый последний суд. Хорошо. Чего смысл трубления в Шафар-Рошашана? Последний символ последнего суда. Пятое. Четвертое. Признание Бога Всевышним Царем над царями. Пятое. Символ последнего суда. В чем смысл трубления в Шафар-Рошашана? Еврейские мудрецы отвечают так. Три ответа. Первое. Малхуйот. Малхуйот. Пусть вас не смущает это сочетание звуков. Как вам написать? Малхуйот. Малхуйот. Трубление Шафар мы коронуем Всевышнего. Мелех это что? Царь. Малхуйот это что? Коронация. Коронация. Коль схуйот шмарот. Все права защищены. Понимаете? Это совершенно не то, что вы думаете. Малхуйот это коронация. Итак, в этот день трубление в Шафар мы коронуем Всевышнего. На царство над всей землей. И признаем его царем. Правда? Второе. Зихронот. 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 Захор это что? Помните, да? Память. Зихронот. Это напоминание. То есть напоминание одарования Тор из горы Синай. Потому что именно звучал Шафар тогда. И звук Шафара, если дословно, Шмот 19-19, и звук Рога становился все сильнее и сильнее. Маше говорил, а Бог отвечал ему голосом. Так. А нет, зихронот. Зихронот это напоминание о жертвоприношении Ицхака. Я извиняюсь, я уже вам третье сказал. Зихронот. Напоминание о жертвоприношении Ицхака. Почему? Потому что читает в это время отрывок. И молится, что Господи, не нашей праведностью, а праведностью нашего отца Авраама и Ицаака. Правда? Спаси нас и сохрани и помилуй. То есть, Господи, у нас нет ничего и каких хороших дел. Асэ и ману. Нет, у нас что-то такое. Асэ и ману, сделай нам такого хэсэд. Киэйн ману. Киэйн бану маасим. Нет, у нас хорошее дело. У нас ничего хорошего нет. То есть, сделай это праведностью Авраама и Ицаака. И вы помните, что тогда случилось? Баран был, да? Баран. Запутался чем? Рогом, да? Вот, на радостях Авраам принес этого Барана жертву, а потом начал всем в эту трубить. Рог. Хорошо. Нам это напоминает о чем? Агнец, заклоны за нас. Правда? И еще говорят, там много рогов и много глаз. В откровении, да? Там интересно есть описание. Хорошо. Значит, зихранот, это напоминание о жертвоприношении Ицаака, для нас это жертвоприношение Ишуа. И шофарот, вот это третье. Шофарот. То, что звучал шофар. Шофарот. Я просто смотрю на время и все думаю, как я уложусь. Но с Божьей помощью я верю, что я уложусь. Шофарот. Шофарот, это трубление в шофар, да? Шофарот. Шофарот. Итак, первое. Это молхует. Это что? Это коронация. Второе. Зихранот, это при напоминании. И третье, это шофарот, то есть трубление в шофар. И в шофар трубят так, чтобы было 100 звуков. Чтобы было 100 звуков. Хорошо. Где сказано о пришествии Мессии? Первое. Фессалоникийцев 4, 16, 18. Прошу. Кто еще не говорил? Ладно. Давайте первый ряд все равно. Так, вы найдите. Первое. Фессалоникийцев 4, 16, 18. А второй человек находит первое, Коринфянам 15, 52. Последнее из 15 главы там. 52. Первое, Фессалоникийцев 4, 16, 18. Так. И первое, Коринфянам. Так, вы найдите первое. 16, 18, да? Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках. Встреча. И как всегда с Господом мы будем. И так утешайте друг друга этими словами. Семи словами. Что такое встрение, Валер? Встреча. 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 Не око при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Аллилуйя. Итак, в какую трубу ангел будет трубить? Серебряную или в горн пионерский? В горн пионерский. Шафар, да? Шафар. Еврейский ангел трубит шафар. Потому что христиане всегда рисуют с трубой. Понимаете, искать надо корни. Правда? Видите, вот такая вот даже мелочь. Каждый человек представляет это по-своему. Правда? Вот это будет шапарот трубления. При последней трубе. А есть до 100 звуков. Есть звук длительный. Вот есть такой рваный звук. Швар. Швар-то, знаете? Вот. И есть еще третий звук. Хорошо. Еще одна традиция. Ташлех. Ташлих, вернее. Ташлих. 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 Выбрасывание. Кто-то делал это? Ну, сделайте сегодня, еще не поздно. Надо сходить на закате солнца на берег моря. Обычно это делается на второй день в Рашашана. Но если вы не успели, можете сегодня сделать. Я вам разрешаю. Возьмите камешки в карман. Камни. Да. И вот эти камни символизируют ваши грехи. И бросьте их в море. Потому что это по Писанию, это по обетованию Господне. Что сказать? Что Господь бросит наши грехи в пучину морскую. В первый день Рашашана, а если это суббота, то во второй день. Вот вчера надо было сделать. После молитвы Минхан до захода солнца принято отправляться на берег моря или реки. Обязательно должен быть проточный водоем. Или вообще к любому источнику воды. И читать там особую молитву Ташлих. Это молитва Михей 7.19. Брось же Ташлих, Ташлих, пучины морские, все грехи их. Молитву им прошить Всевышнего бросить в пучины морские все наши грехи. И даровать нам мирный и счастливый год. Хорошо. Что же происходило исторически в первый и второй день Рашашана по еврейской традиции? Так, мы разобрали темы праздника, да? Исторический аспект. Можете записывать, можете не записывать. Я вам быстро скажу. Михея 7 глава. Какой я вам сказал же стих? Да, 19 стих. Хорошо. В первый день Рашашана. Всевышний создал первых людей, Адама и Еву. И этим было завершено творение мира. В тот же день, может быть в тот год, может быть через другой какой-то год, Адам и Ева были изнаны из рая. В тот же день, тоже неизвестно какого года, родились Кавин и Авель. И одновременно родились их сестры-близнецы. В тот же день, это все было на Рошашана в первый день Тишлея. Это согласно еврейской традиции, я говорю. Это еврейская традиция. Каин убил Авеля. Только это в разные годы было. Естественно, не все в один день. В тот же день высохла суша после окончания потопа. А это уже точно написано в Библии. Высохла суша после окончания потопа. Зачала Сара и стала беременной Ицхаком. Зачала Рахель, жена Якова, и хана, мать пророка Шмуэля. Произошло жертвоприношение Ицхака на горе Мория. Ицхаку поэтому было 37 лет, Аврааму 137, Саре 127. Согласно еврейской традиции. В тот же день умерла праматерь наша Сара. Но опять-таки в разные годы. В тот же день родилась праматерь Ривка, жена Ицхака. Йосиф вышел из тюрьмы, и началась его карьера в Египте. И знанники, возвратившиеся на родину во времена Езры и Нехемии, восстановили превышение жертв в храме. Это уже по Библии. Эзра, глава 7. Во второй день Рожгашана Нох во второй раз выпустил из своего ковчега голубя, чтобы узнал, сошли и вот и потопа. Вот такая интересная вещь. Теперь, как мы проводим за праздничным столом. Праздничный стол имеет особые символы. Вот здесь нарисован праздничный стол. Видите? Что на этом праздничном столе есть? Вино есть. Хала есть. Записывайте. Свечи есть. Вино. Хала. Хала – это очень сдобная, приятная булочка, которую в субботу обычно едят евреи. Вообще слово «хала» – это тот самый хлеб, который приносился в жертву в храме. Хорошо. Гранат. Гранаты. Мед. Яблоки. Да. Финики. 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 Потому что дваж – это может быть и мед, и финики. Это и то, и то переводится. И еще такая интересная. Рыбья или баранья голова. Все эти вещи имеют определенные символы. Начинается праздник когда? Вечером, да? Зажигаются свечи. Произносится благословение на свечи. Произносится благословение Шагихияну. Да, чистой воды только. Мне в прошлый раз сахаром дали. Это чистой воды. Шагихияна. Благословен ты, Господь и Бог, Царь Вселенной, который дал нам жизнь, поддерживал ее нас и дал нам дожить до этого дня и часу. И еще. Благословен ты, Господь, Бог, Владыка Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Это мы произносим на чем? Над бокалом вина. Итак, что мы благословяем? Благословение над свечами. Обычное благословение. Так. Шагихияну вторая. Это тоже традиционные благословенные на определенные праздники. Шагихияну. Веки имана, хагихияна, лазман хазе. Мы будем эти благословения говорить отдельно. Я вот сейчас не буду забивать голову. Произносится благословение. И что еще? Кедуш. То есть, благословение над вином. Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Хорошо. Что же символизирует хала с медом? Вот мы, когда обычную субботу, макаем халу во что? В соль, да? Поэтому обычный хлеб, соль. Вот в этот день халу мы макаем не в соль. А во что? Мед. Это символизирует наше желание, чтобы наступающий год был приятным и сладким, как мед. Яблоки. На яблоках произносится специальное благословение. Творящий плод дерева, да? Баре приец. Творящий плод дерева. И почему едим яблоки с медом? Вообще, что такое яблоки? Что они символизируют? В христианской традиции то же самое. А вы знаете, что в монастырях всегда обязательно всадят яблоньку? Ну, говорят, что Адам такие яблоки сорвал, да? Да. Это символизирует вот это яблоко, да? Символизирует грех, что мы грешники, что наша природа грешная. А грех для нас сладкий или кислый? Сладкий. Ну, мы об этом помним. Хорошо. Вот, финики, потому что финики тоже дваж, мед переводится. И еще, да будет угодно тебе, что вы перевелись ненавистники и враги наши. Такое по основанию произносят. Ну, я считаю, что мы не должны такое произносить произносить. И тому созвучно, то есть, и тому.